Здравствуйте, в эфире телеканал, простите, Финам-ФМ. Я Игорь Виттель, это программа «Парадокс» с Игорем Виттелем. И в студии у меня Алексей Маслов, директор Центра стратегических исследований Никита Рудена, точнее, Российского университета дружбы народов, зав. отдельной линии Востоковедни высшей школы экономики. Игорь Коротченко, председатель Общественного совета при Министерстве обороны, главный редактор журнала «Национальная оборона». Обсуждаем мы сегодня экономику войны, точнее, ближайших возможных военных конфликтов и приготовления к ним. Напомню, телефон в студию у нас 65 10 99 6, код города 495, или пишите на сайт финам.фм на страницу «Парадокс». Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Игорь. Ну и вот прямо с жару, с пылу опять в Северной Корее, как говорят у нас, сейчас я точно зачитаю новость, там уже обнаружены совсем какие-то последние приготовления, говорят, что вот просто уже руки лежат едва ли не на кнопке. Ожидаете ли вы, Алексей, того, что это наконец, в моих словах, нет ожидания радостного, но тем не менее случится? Ну, еще, наверное, неделю назад, я сказал бы, это практически невозможно, но судя по тому, как сейчас движется Северная Корея, более того, чем закончились, точнее, не закончились приговоры китайских представителей Северной Кореи, которых пытались хоть как-то охладить жар северных корейцев, я бы все-таки сегодня дал бы небольшой процент, а может быть даже небольшой, а процентов 40 на то, что начало военных действий возможно. Каких? Какая это война может быть? Это, конечно, локальная война. Не ядерная? Нет, не ядерная война, потому что ядерная война неизбежно породит такую дестабильность в регионе, что мало не покажешь никому, ни Китаю, ни России, ни... Безусловно, на Северной Корее, это как на это, знаете, как была такая поговорка в криминальных кругах, вопли с обиженки пацанов не волнуют. Пацаны в Северной Корее, по-моему, вполне себе готовы к этому повороту событий. Да, более того, они не просто готовы, по крайней мере, те беседы, которые мне приходилось вести с представителями Северной Кореи на самом разном уровне, действительно говорят, что граждане на бытовом уровне готовы воевать, готовы погибать, и военные, с высшим командованием я не встречался никогда, но на бытовом уровне также готовы идти вперед. Вот. Здесь есть одна особенность. Китай, китайские представители неофициально заявляют о том, что во многом Северную Корею, вот эта эскалация вооружения, подталкивает никто иной, как США, которым очень хочется испытать свою силу в этом регионе. Поскольку это был первый инцидент, в общем, за последние, собственно, со Второй мировой войны, с 50-х, точнее, годов, когда США может попробовать силы по-настоящему, по-крупному в этом регионе. И сегодня даже есть такая, в известной степени, антиамериканская риторика в китайской прессе, хотя Китай выступил резко в поддержку санкций антикорейских, антисеверокорейских вон, но при этом есть антиамериканская риторика, которая говорит, что США само подталкивает Северную Корею. То есть китайцы считают, что США стоят за всем этим, США пытаются разозлить Северную Корею, чтобы Северной Кореи не выдержали нервы, американцы бы вмешались в этом регионе, нагадили Китаю. И восстановили свои позиции. Восстановили позиции, нагадили Южную Корею. Я все правильно понимаю, да? Игорь Юрьевич, как вам такой сценарий? Ну, когда есть развернутые военные потенциалы, война может действительно вспыхнуть, другое дело, все-таки не будем забывать, что по своему техническому оснащению северокорейская армия, это армия, ну, в лучшем случае, наверное, где-то армия конца 60-х годов. А что мы знаем о Северной Корее? Мы можем так вот утверждать, что таки да? Ну, дело в том, что идеологически я так разделю, в общем-то, мнение моего коллеги относительно того, что армия северокорейская воевать готова, она мотивирована. То есть, как бы, вот этот вот, назовем, милитаристский психоз в обществе и умелая политическая работа, а у них существует, ну, даже в более гипертрофированном таком выражении, чем в Советском Союзе, северокорейский главпорт. То есть, ну, военнослужащие готовы воевать. Ну, понимаете, ведь армия Саддама Хусейна тоже была готова воевать, но получилась бесконтактная война. Собственно, вот эти вот бронированные дивизии Саддама были переколучены с воздуха еще до момента, пока сапог американского солдата вступил на иракскую территорию. Но тут есть, вы знаете, немаловажный момент. Сейчас, на секундочку, я вас перебью, я хочу голосовалку устроить. 55-33, короткий номер, русская буква А. А, если вы считаете, что в ближайшее время, либо в Северной Корее, либо в Сирии, либо в Иране, либо еще где-то в горячих точках начнется полномасштабная война, русская буква А, на короткий номер, 55-33. Если нет, 55-33, русская буква Б, поехали. Простите, Игорь. Таким образом, да, есть фактор неопределенности, связанная с тем, каков, собственно, реальный боевой ядерный потенциал Северной Кореи. Совершенно очевидно, что компактной боеголовки там нет, точно так же, как нет там ядерного устройства, которое можно, допустим, разместить в авиационной бомбе. А что там есть? Ну, я думаю, в лучшем случае там есть устройство, которое может быть размещено, скажем, в железнодорожном контейнере, да, и либо трейлером, либо морским транспортом куда-то доставлено и подорвано. Это максимум, на мой взгляд... То есть нанести ракетный ядерный удар они не могут? Не могут. Они могут нанести ракетный удар. У них есть ракеты на базе советских технологий ракет SCAT. В принципе, они нанести ракетный удар могут, но это будет не ядерный удар, а в данном случае это меняет просто всю ситуацию. Учитывая, что опыт ведения Соединенными Штатами Америки бесконтактных войн, он достаточно масштабен, вот здесь все-таки есть такое ожидание, что северокорейскую армию может постигнуть судьбу армии Саддама Хвусейна только с еще более катастрофическими последствиями. Ну, будут камикадзе, будут, так сказать, люди, которые готовы там на доты бежать, либо разминировать свои физические минные поля путем, так сказать, стройными шеренгами, направляясь туда. Но вот этот фанатизм, он не подкреплен материально-технической базой соответствующей. А все-таки армия США, ну и их союзники Южная Корея, это достаточно технологичная армия 21 века. То есть Северная Корея, шансов выиграть у нее нету, но устроить что-нибудь серьезное в принципе есть. Это да, потому что будут диверсионные группы, соответственно, там у них сверхмалые подводные лодки, где они могут там высадиться и совершить теракты какие-то, безусловно. Но самый главный критический вопрос — это ядерный фактор. Если США для себя решают проблему таким образом, что вот этот вот контейнер, условно говоря, да, это все-таки достаточно крупногабаритное устройство, начнут его, так сказать, куда-то северокорейцы транспортировать, и американцы смогут нанести быстрый удар, а в реальном масштабе времени такой удар могут нанести, тогда как бы фактор преимущества вот этого ядерного статуса Северной Кореи, он будет нивелирован. Спасибо. Алексей, а Путин же тут с Си Цзиньпином беседовал, да, они встречались, да еще и БРИКС сейчас проходил. Вот есть какие-то мысли, информация, догадки по поводу того, о чем они говорили в военном плане? Есть официальная сторона вопроса и неофициальная сторона вопроса. Официально нигде, ни в каком совместном коммунике не затрагивалась проблема Северной Кореи, то есть такого слова просто нигде не было записано. А вот озабоченность по поводу ситуации вообще с ядерной ситуацией в мире и в Восточной Азии высказывалась. Здесь надо понимать, что если действительно, не дай бог, развернутся военные действия на территории Корейского полуострова, это не будет войной США против Северной Кореи. Это будет серьезное столкновение сил, в общем, подобных войне 50-го года, 53-го, 56-х годов. То есть с одной стороны будет выступать Китай, безусловно, с какой-то поддержкой России и США. Надо учитывать, что Китай за последнее только время провел, за последний год провел 40 различных учений в этом регионе. И, например, в феврале, то есть меньше месяца назад, журнал «Британская публикация» в «Тайме» утверждает, что Китай готовится к абсолютно реальной войне, которая направлена на защиту Корейского полуострова, приводит соответствующие цифры. От Северной Кореи? Либо Китай будет все-таки на стороне Северной Кореи? Китай однозначно будет на стороне Северной Кореи в плане недопущения туда присутствия там американцев. Вот то, что, как раз говорил мой собеседник, абсолютно правильно, это не допустить, чтобы сапог американского солдата встал на эту территорию. Ну, хорошо, а если это будет волнение Северной Кореи с Южной, без участия американцев, что будет делать Китай? Китай обязательно вмешается, потому что это абсолютно четкая сфера его интересов. И надо учитывать, что, обратить внимание на некоторые последствия встречи Си Цзяньпина и Путина, наверное, впервые так покрупно обсуждалось военное сотрудничество. Причем военное сотрудничество не только, правда, это официально не подтверждено, но так или иначе есть сведения о продаже Китая российских вооружений и о контрактах по российским вооружениям. Но довольно, и это уже не секрет, обсуждался довольно четко вопрос о совместных учениях, которые, например, запланированы на июнь этого года. То есть страны, на самом деле, ни Россия, ни Китай не ожидали столь быстрого развития ситуации в этом регионе. Но если мы посмотрим, ведь учения все равно предполагают какого-то потенциального противника. Если посмотрим, кто вообще потенциальный противник, против кого учатся защищаться китайцы? Против кого, вы об этом скажете после выпуска новостей, если не возражаете. Буквально через минуту вернемся в студию. Ну, что ж, мы возвращаемся в студию. Напомню, в студии у меня Алексей Маслов и Игорь Коротченко. Это «Парадокс» с Игорем Витрем. Напоминаю, короткий номер 5533. Если вы считаете, что в ближайшее время мы увидим где-либо в мире полномасштабный конфликт военный, русская буква А, если нет, на 5533, русская буква Б. И, Алексей, простите, что я вас прервал, а вы начали говорить, против кого же мы дружим. Вот первоначальные учения, когда первый раз между Россией и Китаем устраивались, хотя это, опять-таки, нигде не декларировалось, предполагалось, что проблема Тайваня, поддержка Тайваня со стороны США, ну и, соответственно, удар коалиции против тех, кто нападает на Китай. А вот сегодня, конечно, насколько я понимаю, потенциальным противником выступает даже не столько конкретная страна, конечно, не Северная Корея, которые никогда не будут нападать на Китай. А ситуация, в которой может сложиться, потенциальная ситуация, когда США при поддержке Южной Кореи, точнее, в коалиции, выступает против Северной Кореи. Есть здесь один момент, который мы должны четко понимать. Если война — это вещь не очень хорошая по многим параметрам для региона, подготовка к войне, очень выгодна, например, Китаю. Именно экскалация вооруженных сил. Китай же в этом году впервые резко взвинтил свой военный бюджет. Он взвинтил его почти на 11%. То есть он достиг 116 миллиардов долларов. Это, конечно, меньше, чем 500-миллиардный бюджет США. Но, естественно, сразу посыпались обвинения в сторону Китая. Китайцы объясняли, что, вы знаете, ежегодно в течение последних пяти лет наш бюджет держался в районе 1,2%, 1,4% от ВВП, в то время как у США было больше 4-4,5%, а у Франции около 3%. И когда у Китая надо спрашивать, против кого вы выражаетесь, вот сегодня появилось, наконец, объяснение. Мы выражаемся против той ситуации, которая может сложиться в Восточной Азии. И если это связать еще со словами заявления Си Цзяньпина, который, в том числе, во время визита в Москву говорил, что Китай никому не угрожает, и Китай никогда не будет ни на кого нападать, но Китай будет защищаться. Вот оказывается, что ситуация вокруг Северной Кореи очень удобна для наращивания военного потенциала Китая. Вопрос, Игорь, а что тогда России-то делать в этой ситуации? Значит, мы имеем на одной чаще весов Северную Корею старшего брата Китая, на другой Южную Корею и Соединенные Штаты Америки. А нам-то во всем этом, простите, чего ловить? Ну, я абсолютно убежден, что все-таки реального военного союза между Россией и Китаем не будет. Слишком глубоки противоречий. Потом китайцы все-таки, они более прагматичны в таком партнерстве. Они сами не заинтересованы в выстраивании такого военного союза, а мы не заинтересованы в нем выстраивании тем более. Исходя из чисто прагматических обстоятельств, мы понимаем, что идет конвертация мощного экономического потенциала Китая в военную мощь. На самом деле Россия заинтересована в том, как сегодня развивается вектор военных устремлений Китая. Приход нового лидера совершенно четко обозначил то, что Китай будет идти в Азиатско-Тихоокеанский регион, он строит авианосцы, у него есть планы глобальной экспансии. Понятно, что после того, как будет так или иначе решена тайваньская проблема, Китай пойдет дальше. Это сегодня вызывает головную боль, начиная от Сингапура до Австралии. И на самом деле нам это хорошо, что китайцы не глядят на пустынные безлюдные местности Сибири и Дальнего Востока. То есть как бы нам это выгодно. А вдруг они начнут глядеть? Ну, может быть, но это будет уже, наверное, очередное поколение китайских руководителей. Все-таки китайская политика, она достаточно, я бы сказал, неинертная, но там есть такие долгосрочные стратегические целеполагания. Ну, вот, закончилась эпоха. Фактически сейчас, на мой взгляд, идет прощание с военными заветами Дэн Сяопина, когда он говорил, надо накапливать потенциал и не высовываться. Сейчас новый китайский лидер, который взрос, так сказать, в различного рода военных канцеляриях, я напомню, что этот человек очень близок именно к военным китайским. И, скажем, вот новые назначения, которые произошли, я напомню, вот новый китайский министр обороны, до этого произошли назначения главкомов видов вооруженных сил, целый ряд генералов выдвинулся. Ну, например, куратор китайской военной разведки, зам НГШ китайского Мао Сюатянь, вырос в главкомы китайских ВВС и так далее. То есть мы видим, идет смена генерации поколений, и все-таки, я думаю, вот в этой ситуации, которая складывается, для нас принципиально важно, чтобы Китай выступал в качестве нашего союзника по проблематике противоракетной обороны. Не случайно, когда председатель КНР был в российском генштабе, ему показали центральный командный пункт, и показали, как утверждают модели, как будет влиять азиатский сегмент американской ПРО на китайские ядерные возможности. На него это произвело, говорят, очень сильное впечатление. Поэтому союз будет, но он будет такой прагматичный, не военный, а скорее всего геополитический. Потому что идет совпадение интересов на ближайшие, может быть, 10-15-20 лет. Что будет дальше, мы не знаем. Но совершенно очевидно, что на северокорейскую ситуацию, на конфликт мы будем реагировать чисто политически. И я, честно говоря, не знаю, готов ли Китай, скажем, к военным мерам реагирования. Не готов это сказать 100%. Видимо, сейчас как раз идет мозговой шторм в Пекине относительно того, какую позицию занимать, если действительно будет война. Спасибо. С нами на связи по телефону Владимир Сотников, старший научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений отдела Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Вы не могли бы, кстати, сделать переемник потише, чтобы не фанило? Вы знаете, что я сейчас в таком месте, что я не могу сделать переемник потише. Я просто не дома, не в офисе. Спасибо большое. Владимир, как вы расцениваете вероятность конфликта как с Северной Кореей с Южной, так и ближайших серьезных конфликтов на Ядерном Востоке, возможные с применением ядерного оружия? Ну, если говорить, скажем, о возможности такого военного конфликта между Северной и Южной Кореей, вы знаете, я бы назвал это коротким словом. Со стороны Северной Кореи это блеск на самом деле. И мне кажется, что Северная Корея, даже вот последнее решение, да, скажем, если взять сегодня, посвятила информация, что северокорейский руководитель, молодой руководитель, приказал привезти ракеты... В боевую готовность, да. Боевую готовность, да. И нацелить их на цели Южной Кореи и США. Вы знаете, мне кажется, это блеф на самом деле, потому что ситуация Северной Кореи, конечно, не так проста, как это кажется. И одним только словом блеф, это нельзя охарактеризовать, так сказать, все, что происходит сейчас на Корейском полуострове. Но это в том, что это такая игра, мне кажется, со стороны северокорейцев, когда они, понимая, что вот продвигая, скажем, свою ядерную программу вперед и произведя вот 13 севраля, третье ядерное испытание, потом вот этот виток напряженности с Южным соседом, это на самом деле попытка выторговать себе такие более-менее условия, которые бы помогли фактически уже тонущему режиму, а я считаю, что это режим тонущий, только непонятно, сколько он будет тонуть, удержаться на плаву. Потому что, скажем, вы знаете, вот буквально вчера на совещании в ММО, на конференции, там были озвучены такие цифры интересные по Северной Корее. Оказывается, что 20% корейцев живут за чертой в бедности. Значит, там получается еще 20%, 30% более-менее сводят концы с концами. То есть 50% получается, так сказать, населения Кореи, они практически нищие, можно сказать. И это расчет, по-моему, молодого руководителя, который, кстати, еще и не имеет такого, на мой взгляд, хорошего политического опыта, какой был у его отца, но тем более у его деда покойных. А расчет на то, что это произойдет впечатление на Китай, кстати, на Китай, потому что на кого ему опираться сейчас? Россия ведь, так сказать, не будет вмешиваться. И это правильно. Зачем нам, собственно говоря, влезать в вот эти дела, которые между Северной и Южной Кореей могут возникнуть? У нас там свои национальные, конечно, интересные. А вот Китай, он может повлиять и реально действительно повлиять на то, что будет делать Северная Корея. Как он может повлиять? Ну, вы знаете как? Дело в том, что Китай фактически сейчас такой партнер, основной партнер для Северной Кореи, как я понял, вот со слов участников этой конференции ММО. И, скажем, если, ну, банальный пример такой, если Северная Корея тот же мазут не получит, так как это было и в прошлые годы, в 90-е. Помните, когда корейцы тогда, так сказать, начали активно проводить ракетные программы, вот проводить ядерные программы, потом было такое соглашение подписано в США насчет того, что американцы поставляют мазутное топливо, а северокорейцы притормаживают свои ядерные ракетные программы. Вот теперь, так сказать, как бы США заменяет Китай, потому что, мне кажется, что со стороны так выглядит, что для молодого руководителя Северной Кореи США это такая некая такая красная тряпка такая. Вот он не хочет вот идти, так сказать, на какие-то, вроде бы не хочет на какие-то, так сказать, такие вот соглашения. А вот Китай это удобный партнер. А как повлиять он может? Ну, китайцы могут поднажать на вот этого молодого руководителя и в отсутствии, так сказать, такого большого политического опыта. И с учетом того, Так вот, гость нашей студии, господин Маслов, говорил наоборот, что Китаю выгодно военный конфликт в регионе, так что же Китай будет поднажимать? Вы знаете, я придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что Китаю не выгоден конфликт между Северной и Южной Кореей, потому что это, собственно говоря, результат этого конфликта неизвестен, а для Китая источник, так сказать, такой вот конфликт конфликтогенности вблизи своих границ. Мне кажется, такой раздражитель Китаю не нужен. Вот такая моя точка зрения. На ваш взгляд, самый вероятный сценарий развития событий в наше время? Ну, вы имеете в виду, конечно же, вот, прежде всего, вот то, что сейчас происходит в отношениях, между Северной и Южной Кореей, и другие моменты. Вы знаете, мне кажется, это закончится на том, что, может быть, будет, так сказать, если еще это не произошло, конституция войск у границ у этой линии Пхан-Мун-Джоне, которая проходит через Пхан-Мун-Джон, у линии, демаркационной линии, которая разделяет Корея, концентрация войск той и другой стороны. Может быть, будут какие-то еще воинственные, так сказать, такие призывы. Но, а вот горячего конфликта, мне кажется, не будет. Спасибо большое. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи был Владимир Сотников, старший научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений отдела Ближнего и Среднего Востока Института восстановления Российской Академии Наук. Алексей, я вижу, что вы рветесь ответить господину Сотникову, но мы сделаем это примерно через минуту после выпуска новостей. Ну, сейчас мы возвращаемся в студию. Это Игорь Виттель, это продукт с Игорем Виттелем. В студии у меня Алексей Маслов, Игорь Коротченко обсуждаем последние военные новости и их экономику и проводим голосование 55-33 русская буква А. Если в ближайшее время вы ждете полномасштабного военного конфликта где-либо в мире, 55-33 русская буква Б, ежели вы его не ждете и пока все проголосовавшие не ждут. Никто не ждет испанской инквизиции, как было сказано у Монте Пайтона. Алексей, вы так размахивали руками, пока говорил ваш коллега, что я думаю, есть таки что сказать. Нет, я не руками размахивал, я мудро поднимал палец в жестья на крестителя. Ага. Да. Я бы, честно говоря, хотел отметить три фактора, которые почему-то выпадают из нашего внимания. Первый фактор, это действительно очень сложная ситуация внутри самой Северной Кореи. И вот эти факты о том, что 15, по одним подсчетам 15, по другим 20% людей живет за чертой бедности, это, они всегда жили, к сожалению, и это не было проблемой именно для руководства. Там проблема в другом, на мой взгляд. Молодого Кима довольно часто обвиняют в особой слабости и в такой слишком мягкой позиции и на переговорах с США, и на переговорах с Китаем. И последнее отстранение от власти целого ряда генералов северокорейских могло привести к дестабилизации армии. А он вообще какой-то серьезный человек или игрушечный такой абсолютно? Потому что возникает впечатление, что, ну правда, внешность у него несерьезная. Особенно на фоне северокорейских генералов. Тут видел фотографию, где они сидят в зале, там огромное количество людей в достаточном возрасте. На фоне них сидит вот такой юноша пухлый, в голове у него явно не ядерная война, а мы знаем, что он любит японские мультики, любит Тиснейленд. А также прожил одно время в Макао. Да, прожил одно время в Макао, любит поиграть, любит японок, Денниса Родмана, баскетбол и прочие развлекухи. А здесь просто не надо воспринимать Ким Чен Ыны как человека, который принимает единолично одно решение. Вокруг Ким Чен Ына сформирована команда, задача которой сейчас каким-то образом вывести Северную Корею из не столько экономического, сколько политического кризиса. Поэтому в данном случае не важно в какие игры играет сам молодой Ким, важна та команда, которая вокруг него сформирована. Она, на мой взгляд, по крайней мере, то, что я знаю, это довольно относительно грамотные и цельноустремленные люди. С другой стороны, сейчас возобладал в его окружении старая гвардия, старый генералитет, который пытается на таком ультра-левацком, что ли, витке выйти из ситуации. Никто не ожидал в Северной Корее, как продолжение этой мысли, что будет настолько резкая реакция мирового сообщества. Северная Корея, насколько я понимаю, ожидала, что Китай вступит в долгие, как обычно делается, долгие позиционные переговоры Северной Кореи, потому что Китай всегда выступал в качестве модератора этой ситуации. Давайте поговорим, договоримся, задобрим Северную Корею, и тогда молодой Ким бы получал то, что хотел. То есть, вот видите, мы немножко пригрозили, взорвали, сделали ядерное испытание, запустили ракету, и вот видите, к нам какие-то блага посыпались. А вдруг этот фактор не сработал, потому что Китай впервые за много-много лет пошел на очень жесткие меры, поддержал голосование в Совете Безопасности ООН, и это неожиданная ситуация для северокорейского руководства. Второй, на мой взгляд, серьезный фактор. Китаю невыгодна война, и даже конфликт в этом регионе. Китаю, как ни странно, выгодно, чтобы был угрожающий фактор со стороны США. Тогда Китай, собственно, может оправдать многие свои расходы. А вот сама война, она невыгодна? Страшно невыгодна, потому что Китай в течение последних 10 лет всем показал, что только он может управлять этой ситуацией в этом регионе. А тут выясняется, что он не может управлять. А тут еще и США появляется. И тем самым надежда Китая сделать из Азии монополярный мир, она рушится. А США возвращается в свои позиции. Вот поэтому сейчас как раз действительно важна очень позиция России по этому вопросу. И у меня короткий вопрос с нами на связи по телефону к Алексею Арбатову, члену научного совета Московского центра Карминга. Алексей, здравствуйте. Да, здравствуйте. А вы как расцениваете серьезный военный конфликт либо в Северной Корее, либо на Ближнем Востоке сейчас? Вероятность этого конфликта? Серьезного военного конфликта в Корее не будет. Может быть, только случайное столкновение, если вся та и другая сторона не рассчитают свои действия и впоследствии. Но никто его не хочет. Это была бы катастрофа для всех, в том числе для северокорейского режима. Южная Корея может и дальше просветать, и существовать сама по себе. Северокорейский режим крайне неустойчиво изолирован, параноический, одержим. Но там понимают, что война, в которой тем более американцы в лес, это для них уже точно будет конец. Поэтому они блефуют, они бравируют, в том числе и по внутренним причинам. Но никто там не хочет серьезной войны. А вот что касается Ближнего Востока, я бы сказал, что все-таки там серьезная ситуация. Потому что Иран твердо идет по пути создания ядерного оружия. Израиль ни за что этого не допустит. Аступит момент, когда Израиль нанесет удар даже самостоятельно. И если никто этого не удастся термопатическим путем Иран остановить, вознаградить, договорить о гарантии безопасности, помочь в развитии мирной энергетики. Вот здесь много есть всяких пакетов. Но если не удастся мирным путем на территории как не удалось в предыдущие 7 лет, то война там просто неизвешна. Просто неизвешна. Если это произойдет до того, как Иран возрастет ядерная оружия, то это будет война не ядерная, но с тяжелейшими политическими военными последствиями. И экономическими, потому что можно не блокировать на территории интерфейс и территории. А если это произойдет после того, как иран с ГАС, может быть, тайна, то это уже может быть война с применением ядерного оружия в региональном масштабе. по понятным причинам еще в 10 раз вот так я оцениваю эти два антисказа. Спасибо. Напомню, что у нас на связи был Алексей Арбатов, член научного совета Московского центра Карни. Вероятность того, что это произойдет на Ближнем Востоке, либо Сирия, либо Иран с Израилем, но прежде, вот пока мы слушали сейчас новости, разучала новость, что Северная Корея обещает нанести удар по Сан-Диего, Гавайям, военным базам США. Вы же говорили, что это невозможно. Ну, это блеф, это политика блефа, и я думаю, эти заявления в первую очередь рассчитаны на собственно аудиторию внутри Северной Кореи. А вы уверены, что это блеф? Да, абсолютно, потому что дело в том, что невозможно из ничего вдруг создать нечто. Есть определенные ракетные и технические возможности в Северной Корее, собственно, программы испытаний и потенциал соответствующих ракетных заводов известен, поэтому вот так вдруг, знаете, как кролика из цилиндра достать межконтинентальную баллистическую ракету Пхеньян не сможет. Поэтому это, с одной стороны, блеф, ну, а с другой стороны, это как бы способ консолидации нации внутри страны, плюс, опять же, показать на фоне вот этой воинственной риторики, то, что новый лидер КНДР, он держит ситуацию в руках, и он ястреб. Я соглашусь с тем, что прозвучали оценки, что он не единолично управляет страной. То есть там, ну, некая такая, как бы, система, которая была свойственна для Советского Союза, есть Политбюро, есть Синклик, так сказать, старцев мудрых, ну, не кремлевских, а пхеньянских, которые принимают ключевые решения, как у нас там, вот, войну с Афганистаном, вот, наших войск принимало четыре человека. Вот примерно та же, ну, с разными изъятиями, но модель примерно вот аналогична. Теперь, что касается войны на Ближнем Востоке, я не разделяю оценки Академика Арбатова относительно Ирана. У Ирана нет возможности, точно так же, как у Северной Кореи, вот, взять и внезапно создать ядерную бомбу. В Тегеране сидят достаточно прагматичные люди, нерелигиозные фанатики, отнюдь, там очень четко просчитывает, в том числе, религиозное руководство, возможные последствия своих шагов и мер. Поэтому там прекрасно понимают, что как только будет запущена реальная военная ядерная программа, это будет означать войну. Войны в Иране не хотят. Они хотят создавать, да, атомную промышленность, атомный потенциал, но пока исключительно в рамках мирных программ. Просто есть опасения, допустим, у США, там, у Израиля, что вот на базе вот этих мирных разработок, в случае, если будет принято в Тегеране соответствующее политическое решение, они смогут очень быстро, ну, иметь на этом базисе какую-то военную программу. Но далеко не факт, что Иран на это пойдет, потому что там прекрасно понимают, чем это чревато в практическом плане. Режим просто может быть военным путем сменен. Согласны? Абсолютно согласен. И по первому, и по второму пункту. И, собственно, особенно по ситуации по Ближнему Востоку. А по корейской ситуации действительно, ведь давайте вспомним всю предысторию испытаний, точнее попыток запустить какие-то северокорейские ракеты, испытать спутники, ведь они же не удавались еще в прошлом году. То есть, года не прошло с массой неудачных запусков. И вдруг действительно, откуда ни возьми северокорейская баллистическая ракета, это невозможно. Более того, мы же прекрасно понимаем, что северокорейская территория прослеживается и просвечивается всеми военными разведка мира и не только и США, и Китая, и так далее. Поэтому такую вещь не соберешь на коленке и не сделаешь совсем в подполье. Ну, а если мы вспомним, простите, перебью недавнюю компьютерную атаку на Южную Корею, а вдруг Северная Корея на самом деле давно сделала самую серьезную киберармию в мире, которая способна запустить не свою какую-нибудь китайскую ракету с территорией Китары. Вот будет заваруха. Нет, мы довольно хорошо знаем, сколько приблизительно компьютеров находятся вообще в Северной Корее. Поэтому понятия хакеров там, может быть, не существует. Почему это нет? Нет, хакеры-то может и быть, но хакеры, которые... Нет, мы знаем случаи, когда российские хакеры с 286 компьютера, кто помнит, что это такое, ломали американские в общем сети. 8 мегабайт даже не оперативной памяти, а, по-моему, харддиск был 8 мегабайт. Да, и вот из какого-то, то, что называлось еще в России интернет, в Советском Союзе интернет-кафе, русские умельцы это сделали. Но провести вот эту вот ДДДОС-атаку, да, на отказ серверов, это возможно только при наличии огромных вычислительных мощностей. Это, между прочим, не ДДОС-атака была. ДДОС-атака была позавчера, если мне не изменяет память, и она была не северокорейская. А вот, когда в Северной Корее отрубили от эфира и канал, и два канала, по-моему, телевизионных и что-то еще... Южную Корею отрубили. Да, Южную Корею. Да, Южную, да. Да, то говорят, что это дело рук Северной Кореи было. Я бы предположил, все-таки бы другое предположение. В китайцы. Ну, это то, что можно достроить до реальности, по крайней мере. Потому что сейчас... Никому не приходит в голову обычная мысль о том, что просто это криворухие южные корейцы-то. Я думаю, что вообще Китай очень активно готовится к введению информационной войны, или, по крайней мере, информационного обеспечения масштабной войны или локальной войны. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Был в прошлом году я на конференции по киберугрозам в Пекине. Я хочу сказать, что Китай очень серьезно анализирует вообще. У них сегодня военная доктрина дополнена новыми тезисами относительно того, что вот есть там традиционные, ну, условно говоря, да, поле сражений. Они киберпространство рассматривают как самостоятельный вид боевых действий, это самостоятельное пространство. И я еще раз хочу сказать, что на уровне заместителя начальника Генерального штаба Народно-насвободительной армии Китая китайцы очень серьезно рассматривают операции в киберпространстве, киберзащиту, кибернападение. То есть это системное осмысление новых реальностей. Собственно говоря, это ответ на вопрос, кто мог атаковать южно-корейские серверы и вообще систему информационного обеспечения. А зачем вам это было? Это испытания. Тест. То есть это были просто обычные испытания кибероружия. Учения. Ну, давайте поймем, что это наше предположение, мы просто пытаемся исходить из того, что мы знаем. Игорь. Ну, как версия, почему нет? Как версия? Как версия, почему нет? Тем более, мы видим сейчас, все начинают уже серьезно говорить о даже, грубо говоря, неких конвенциях, которые должны сопутствовать ведению кибервойны. То есть надо договориться, грубо говоря, о понятиях, как в свое время были там Женевские конвенции и так далее. А скажите, Игорь, на ваш взгляд, вот сейчас Обама, который прокурсировал по Ближнему Востоку, есть мысли, что на самом деле он ездил договариваться, после чего Израиль там замерился с Турцией, что ездил, он договариваться об ударе по Ирану. Об этом вот, если не возражаете, после выпуска новостей ответите. Ну что ж, возвращаемся в студию, это «Парадокс» с Игорем Витарем, в гостях у меня Алексей Маслов и Игорь Коротченко, и мы обсуждаем экономику войны. Игорь, вы начали говорить про Ближний Восток и зачем там был Обама. Договорился ли он о нанесении Израилем удара по Ирану, либо давал добро на операцию в Сирии, точнее договаривался, не давал добро, а договаривался о реакции Израиля. Потом Израиль у нас, как мы видим, замерился с Турцией, турки с курдами, чтобы там на несколько фронтов не было. Союзничков себе искал. Ну, я думаю, проблема Ирана, она пока отложенная, учитывая, что там впереди президентские выборы, то есть им надо дождаться раскладов внутри иранских, для того, чтобы дальше как-то планировать в практическом плане свою политику. А что касается Сирии, да, я думаю, что здесь консультацию Обама проводил, но в практическом плане все-таки все будет стратегически зависеть от того, насколько Башарасат сможет удержать ситуацию под контролем. Пока она такая достаточно противоречивая, сложная, но тем не менее, смотрите, пока нет такого прямого фактора иностранного военного вмешательства, ну, человек держит... Есть фактор активной поставок оружия. Да, вот это уже как бы тот фактор, который начинает совершенно негативно играть, в том числе на интересы России и на стабильность сирийского режима. Потому что, если раньше поставки оружия шли путем тайных операций, путем спецслужб, они не афишировались, то сегодня на политическом уровне уже мы наблюдаем процесс, когда эти поставки, они будут вполне легитимны. А значит, следующим шагом может быть признание сирийского правительства в изгнании и, соответственно, его обращение как законного правительства может быть использовано для внешних военных акций. Но пока политика совершенно четкая Россия, Китай, Индия, что никакого иностранного вмешательства военного во внутрисирийские события не должно происходить, поэтому ожидаем, что ситуация будет держать. по отношению к Ливии, однако же и на нас, и на Китай и... Нет, Ливию мы сдали, давайте откровенно, Москва на тот момент сдала. Да, но изначально сопротивлялись? Ну, знаете, это сопротивление было, я хочу сказать, было две линии в российском руководстве на поддержку Ливии и на то, чтобы Ливию сдать. Мы знаем, что Ливию сдали фактически. А кто вам говорит, что не сдадут точно так же Сирию? Нет, я думаю, для Путина это принципиальный вопрос. Он Сирию не сдаст. Это, я абсолютно в этом уверен, что в практическом плане те действия, которые были у нас в отношении, скажем, Ливии, в отношении Сирии не будет. Мы будем стоять до конца совершенно четко, что Башар Асад легитимный президент. Другое дело, что пытаемся договариваться о чем-то с сирийской оппозиции, там МИД он играет в разные игры, но в практическом плане я думаю, что абсолютно бесперспективно пытаться о чем-то договориться с сирийской оппозицией, поскольку она уже обо всем договорилась там с Катаром и с теми западными спонсорами и интересами, которые стоят за позицией вот этих вот аравийских монархий. Ну, мы доподлинно практически знаем, что деньги как раз на войну в Сирии оппозиционной стране выделяют именно аравийские монархи и оружие поставляют при этом постанцам западные страны. Из этого мы можем сделать выложку, на самом деле никакого конфликта между аравийскими монархиями и западными странами не существует. Нет, нет, а я не говорил, что существует. Я имел в виду то, что это что за Катаром Катар не самостоятельный игрок, он региональный игрок, но за ним стоят более глобальные интересы США, Великобритании, Франции. Да ладно, а вот на самом деле существует некая теория заговора, что это Катар руками американцев как бы Катар за всем стоит. Кстати, я слышал теорию, что на самом деле руками Соединенных Штатов и союзников Иран решает свой вопрос в регионе. Ну, существуют такие истории. Посмотрите, а если вы говорили по поводу информационной войны, посмотрите на Катар с точки зрения информационной войны. Да? Это мощнейшее пропагандистское оружие, которое прикрывает очень многие вещи. Да, Аль-Джазира, безусловно. Ему дал сделать то, что не делала ни одна другая арабская страна. Ну, понимаете, все-таки... Наличие энергоносителей, наличие региональных и, между прочим, не только региональных интересов, если посмотреть и на Сирию, если посмотреть на Рию, мы в первую очередь видим, это выгодно Катару. Деньги и амбиции вот это сочетание собственно и двигает нынешнего режима в Катаре. Он наблюдает за тем, как конвертируют экономические преимущества за счет добычи углеводородов в соседние страны. Ему тоже хочется влиять на что-то. Естественно, он не может быть такого веса политического, как, допустим, Саудовская Аравия, да, или там Евгененные Арабские Эмираты, но они хотят влиять политически за счет создания мощной информационной империи. И это им в достаточной степени удается. Но я не думаю, что именно Катар манипулирует настроениями американской элиты. Это такой лозунг, что вот можно... Катар не манипулирует настроениями американской элиты. Катар просто решает свои вопросы, Америка решает свои вопросы, где-то вопросы совпадают. Да, здесь совпадение интересов, безусловно, чтобы свергнуть режим в Сирии. Но, повторяю еще раз, я глубоко убежден в том, что Путин использует любые возможные рычаги, а они у России есть все-таки и по линии спецслужб и других каналов, для того, чтобы держать ситуацию в Сирии в таком виде, чтобы исключить внешний фактор иностранного военного вмешательства. Потому что это будет означать, естественно, катастрофу для режима. Но сейчас, конечно, очень много будет зависеть, каким выводом придет вот эта комиссия во главе с представителем Швеции относительно того, кто и как применял химическое оружие. Потому что это один из тех козырей, которые могут дать Западу оправдание для каких-то военных акций односторонних. Спасибо, Алексей. Да, я думаю, что как раз это правильная мысль, что это тот момент, когда интересы Катара и США просто совпали на определенном историческом отрезке. Второй момент, который мы видим, если действительно Ливия была сдана, то Сирию не отдадут не только потому, что у нас там есть наши интересы, но это та точка смычки, где Россия и Китай, эти интересы двух стран совпадают. И, насколько я понимаю, постоянно идут и консультации по этому вопросу, потому что дальше отступать с этой позиции ни одна страна не хочет. У Китая колоссальные интересы в арабском мире и в Африке. Более того, Китай там видит себя как потенциального нового лидера, который способен, как ни странно, в будущем, не сегодня, регулировать ту ситуацию, которая там складывается, это вечно конфликтная ситуация. Плюс Китай, если мы посмотрим динамику, начинает выделять, точнее, начал уже выделять в последние 3-4 года колоссальное количество кредитов этим странам, в том числе и выделял Сирии. Потерять там свои деньги никто не хочет. Поэтому здесь тоже происходит интересная смычка. И если мы посмотрим на голосование в ООН, вот как раз по новым инициативам в области ограничения продажи вооружения, посмотрите, кто проголосовал против этих инициатив. Три страны, о которых мы сегодня говорили, это Северная Корея, это, соответственно, Сирия и это Иран. То есть три страны, которые просто не хотят сегодня никоим образом регулировать рынок, то есть не хотят подпадать ни под какие санкции регулирования рынка продажи оружия, потому что тогда наступит, собственно говоря, кризис у них внутри. Вот это, за всеми этими санкциями получается, создается коалиция, ну то, что обычно США называют осью зла, на самом деле неких стран-изгоев, которые никогда не совпадали по интересам и вдруг внезапно объединяются в новую коалицию против политики США в самых разных регионах. То есть мы видим рождение нового геополитического, геостратегического расклада. У меня вот по поводу возникновения, никто не хочет терять деньги, есть какие-то интересы. Я недавно к десятилетию войны в Ираке стал смотреть денежный расклад этой войны. Да уж, раз мы об экономике говорим. Выясняется, значит, по самым скромным, самым консервативным оценкам американского инстаблишмента на войну было затрачено 800 миллиардов долларов. По верхней оценке тех же американцев, ну как бы учитывая некие косвенные затраты и так далее, которым я верю больше. От двух до трех триллионов. Хорошо. Берем выгодоприобретателей. Берем ради чего там война велась. Ну вряд ли же мы будем говорить о том, что война велась для того, чтобы не дать бандиту Хусейну использовать химическое оружие или бактериологическое. Или что там у него еще искали. Его у него не было. Оружие так никогда и не нашли. Мы понимаем, что его и не было. Наверное, решали какие-то экономические проблемы. Правильно? Например, доступ к иракской нефти. Ну, допускаем. Берем выгодоприобретателей, американские компании, которые стали разрабатывать иракскую нефть. суммируем их доходы. К сожалению, у меня сейчас перед рукой перед глазами таблицы нету под рукой, но я посчитал там что-то порядка. Они заработали на этом, ну не больше 10 миллиардов долларов. Вопрос. О какой экономической выгоде может идти речь? А не надо воспринимать так все, подсчитывать, по крайней мере, так примитивно, что сколько вложили, сколько отбили этих денег. ведь возвращение денег идет прежде всего за счет геостратегического влияния в этом регионе. И я понимаю, я не считаю тупо в лоб. Я понимаю, что как бы геостратегическое влияние, мы получили разрушенный Ирак, Соединенные Штаты получили нестабильность в Ираке. О каком геополитическом влиянии? Геополитическое влияние, это значит, что можно посчитать более-менее приблизительно. Потому что, во-первых, США закрепили даже в таком виде свое присутствие не просто в этом регионе, а в регионе вот этим фарси арабского мира. Это раз. Во-вторых, надо понимать, что США всячески пытаются, не надо забывать этот фактор... Не закрепили. Нет. А я утверждаю, что не закрепили. Они попытались закрепить. Потому что влияние США до войны в этом регионе было меньше, чем после войны. Но это влияние вряд ли стоит триллиона долларов. Если свободные деньги, почему бы не поиграться с этим? Не, ну главное, был устранен враг. Враг, да. Здесь уже, извините, финансовые подсчеты, они уходят на вторую... Да какой враг? Для Америки Хусейн это было персонифицированное проявление зла. А потом, что касается дивидендов, дивиденды получили в том числе военно-промышленный комплекс США. Это громадное количество нового оружия, которое было истрачено, надо было заказывать новое. То есть, это стимулирование американской экономики. Поэтому, как раз, Америка выиграла очень многое. То есть, давайте посчитаем тогда вместе со стимулированием американской экономики, я вас уверяю, что даже если мы посчитаем весь мультипликативный эффект, мы никогда не получим цифру, даже близкую к триллиону долларов. Никогда. И даже если посчитаем геополитический эффект. Поэтому, говорить об этом, как о неком экономическом проекте... Это не экономический проект, это не экономический проект. Но, в любом случае, геополитика, она всегда сводится так или иначе к экономике. Ну а что в Афганистане американцы? Десять лет, извините, или сколько там воевали? Я бы абсолютно согласен. Это черная дыра, которая высосала миллиарды, десятки миллиардов. Какой эффект? Какой экономический эффект проведения операций в Северной Корее для Америки? Да никакого. Никакого. Это все-таки иррационально не существует политическая система, которая так все проявит. Для ВПК есть для определенных этих самых... Ну, передача-то подошла к концу. Алексей Маслов, Игорь Коротченко были у меня в студии. Это был Игорь Виттель. Услышимся скоро.